Продолжение следует... 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 в регионе, что там происходит. Динамика соблюдения интервала между циклами химиотерапии – это очень важный показатель. И с допущением до трех суток мы видим, что в динамике между 2019 и 2020 годом произошло существенное изменение. Видите, в зеленый цвет это означает, что большее количество с соблюдением интервала. Вроде бы с одной стороны с 69 до 72, но при аналитике мы видим, что в некоторых субъектах существенно не изменилось. Псковская область существенно не изменилась. Тут тоже надо это все анализировать. Мы можем посмотреть, как современные препараты применяются в субъектах Северо-Западного федерального округа. Прежде всего моноклональные антитела к тем нозологическим формам, при которых эти современные препараты очень эффективны. Ну, это прежде всего при раке прямой кишки. Видите, в динамике с 2019 к 2020 году изменение от желтого к коричневому и от светло-зеленого к зеленому это улучшение результатов. То есть, это частота применения моноклональных антител. И вы видите, положительная динамика при меланоме в 100% изменения в лучшую сторону мы видим при раке молочной железы, при раке легкого. Обратите внимание, как существенно при раке легкого произошли изменения по применению моноклональных антител. Ну, и в целом, если взять интегральный показатель по применению моноклональных антител, картина выглядит следующим образом. Мы можем также оценить стоимость схем химиотерапии по КСГ, разделив их на две группы. Это дешевые схемы, так грубо сказав, и дорогие, то есть, первый, шестой уровень и выше. И вы видите, что в 2020 году здесь как бы положительная тенденция это уменьшение доли дешевых схем и вот именно уменьшение этого показателя показывает на положительную динамику и в то же время увеличивается количество схем с уровнем более чем седьмого. Ну, надо понимать, что в 2019 году это было 10 уровней, в 2020-м 13 уровней. С этой поправкой все равно мы можем относительно говорить, что происходит. Ну, во-первых, мы можем анализировать структуру. Вот когда мы смотрим, что затраты более 70% по всем субъектам, ну, можем некоторые нюансы. Мы, например, видим, что в Мурманской области, например, и в Санкт-Петербурге прочие расходы, они гораздо больше, чем в других регионах. Опять же, надо разбираться в каждом регионе, потому что в Санкт-Петербурге, возможно, диагностические процедуры выставляются отдельными счетами, и это оказывает свое влияние. Мы можем проанализировать структуру лекарственного лечения, разделив на группы, например, химиопрепараты, возможность применения моноклональных антител, либо в комбинации таргетные препараты. И мы видим в динамике за два года произошло уменьшение где-то на 30% применения химиотерапии за счет применения моноклональных антител в комбинации, либо не в комбинации. Но обратите внимание, начиная с начала 2020 года, вот эта кривая роста, она уменьшилась. С чем это связано? Тоже надо разбираться. Но вероятнее всего, что химиотерапию нужно, принято решение в 2019 году, что обязательно дорогие препараты нужно назначать при исследовании молекулярно-генетических тестов иммуногистохимии. С этим возникли проблемы. Возможно, произошло пересмотрение, пересмотр вопросов в соответствии с клиническими рекомендациями начали применять. Потому что вы помните, в 2019 году, когда опустились федеральные деньги в большом количестве, и наши специалисты по лекарственной терапии не всегда применяли в соответствии с клиническими рекомендациями. Как я уже говорил с соблюдением, я эти слайды проскочу, применение, вот обратите внимание, применение при раке легкого, как из темного цвета превратилось в зеленый, во многих регионах в 2019 году при раке легкого менее чем 10% применяли моноклональные антитела, а уже в 2020 году более чем в 20%, а в некоторых до 40%. Это в целом картина. Ну и мы оцениваем согласно дороговизны схем лекарственной химиотерапии, лекарственной терапии. Таким образом произошла динамика 2019-2020 года по применению схем первого, шестого уровня. и более дорогих схем выше седьмого уровня вот в таком виде выглядит в 2020 году. Но в то же время мы видим, что порой не все регионы перестроились. Мы видим, например, Мурманская область осталась на прежнем уровне. Это также является уделом анализа уже на месте, почему это происходит. при анализе количества пролеченных больных медикаментозно в сопоставлении 2019-2020 года и с начальным периодом 2021 года, ну, за тот же период, первый квартал, мы видим, что в некоторых регионах количество случаев пролеченных медикаментозными методами уменьшилось. Это в Санкт-Петербурге, это в Архангельской области, Псковской области, в Мурманской области. Опять, нужно разбираться, почему это произошло. Использование субсидий на лечение пациентов, мы, к сожалению, при анализе за этот год, 2021, мы видим, что использование субсидий за этот же период, в 2019-2020 году уменьшилось. Надо разбираться, почему. А понимая, что 70% субсидий это медикаментозное обеспечение, значит, за счет медикаментозного обеспечения. Мы сейчас можем отчасти объяснить тем, что существенно уменьшились тарифы, вероятнее всего. Но с этим нужно, конечно, тоже разбираться. Как бы, вот, есть материал для аналитики. При анализе динамики использования субсидий на лечение пациента, мы видим, что и 2019-й, и 2020-й год, и начало 2021-го года использование субсидий вот идет по такой кривой. Вот, как все у нас в России, в соответствии с поступлением финансов, мы начинаем форсировать к концу года, и, к сожалению, в 2021-м году также по нарастающей. В соответствии с Федеральным проектом борьбы с онкологическими заболеваниями, мы открыли ЦАОПы в Северо-Западном федеральном округе. Все идет в соответствии с региональными очень важно оценить, а как же поставлено с лекарственной терапией в медицинских организациях Северо-Западного федерального округа. Мы не все взяли ЦАОПы, но взяли некоторые из Санкт-Петербурга, Калининград и ряд других, и мы видим, что лекарственная терапия в ЦАОПах, она, конечно, по-разному. Так в Калининграде там понятно, там ЦАОП открылся на базе медицинской организации, которая и до того вообще особо организации онкологической службы, там нет онкологического диспансера, и ЦАОП открылся на базе той организации, где раньше проводилась химиотерапия, а вот в Санкт-Петербурге вы видите все-таки количество пролеченных случаев и видов схем химиотерапии гораздо больше в Санкт-Петербурге, чем в других регионах. Вот особенно здесь видно, здесь взяли ЦАОПы Санкт-Петербурга и с ряда из других регионов и видим, что в Санкт-Петербурге разнообразие схем лекарственной терапии больше, чем в других регионах, ну, также республика Коми. Хорошо, это плохо, мы сегодня разбирали, мы сегодня дискутировали, надо разбираться, наверное, есть определенные количество, которое должно быть этих схем химиотерапии, ниже которого нельзя опускаться, и большое разнообразие, наверное, тоже не нужно. Ну, и, конечно, работа ЦАОПа во многом будет определяться их локацией, плотностью населения, субсидией, которая идет с ОМС, степенью связи с онкологическим учреждением, и вот видите, Ленинградская область, мы не можем определить, насколько там, какая там лекарственная терапия в ЦАОПах проводится, потому что они являются субъектами, подразделениями областного онкологического диспансера, и мы по реестрам счетов эти ЦАОПы не видим, но вот такая картина позволяет проанализировать виды лекарственной терапии, которая проводится в ЦАОПах. Мы можем опуститься ниже, до препаратов, до схем, которые применяются в ЦАОПах. Вот посмотрите, мы видим, что 43% схем химиотерапии, схем, которые проводятся, это химиотерапия в ЦАОПах, это преимущественно три схемы, ФОЛФОКС, КСЕЛОКС, это ЭСИ, ТСИ, ну и вот остальные, которые представлены, преимущественно, это три виды химиотерапии. Гормонотерапия это 27%, это на 70% это один препарат, моноклональные антитела 17%, тростозумаб, биоцизумаб преимущественно, а если возьмем в комбинации химиотерапии с моноклональными антителами, это всего 8%, достаточно, ну, это более токсичная схема, наверное, достаточно, но мы это видим, можно анализировать, и какие группы моноклональных антител входят в эту химиотерапию. Мало того, мы можем проанализировать по отдельным учреждениям в городе Санкт-Петербурге, я этот слайд не стал показывать, но мы там видим, какие схемы химиотерапии применяли различные медицинские учреждения при проведении лекарственного лечения опухолей, и мы видим их стоимость, состав, и, ну, могу констатировать, что стоимость сильно различается, например, в нашем центре, в городском онкологическом диспансере и в частных центрах. Ну, тоже надо анализировать, хорошо это или плохо, но в частных центрах может во много раз превышать, у нас, например, это составляет порядка 60 тысяч, а в городском онкологическом диспансере чуть больше 90 тысяч, а в частных центрах 200, 300, до 500 тысяч, там небольшие объемы, но по всей видимости есть какая-то селекция этих схем, а у нас есть возможность проанализировать, хорошо это или плохо, и почему идет отбор таких пациентов. Конечно же, когда мы говорим о как проводить лекарственную терапию, очень многое зависит от компетенции специалистов. Во-первых, этих специалистов не хватает в регионах, и вот при анализе динамики обеспеченности врачами-онкологами в Северо-Западном федеральном округе мы видим, что, наверное, достаточно обеспечены только в городе Санкт-Петербурге, особенно жестко не хватает специалистов в Псковской, Вологодской области, в Калининградской области, и, конечно, дефицит специалистов в амбулаторном звене, в ЦАОПах. Вот мы видим тут дефицит, рассчитанный из порядка оказания помощи, который ныне существует, 915 приказ, видите, 171 специалист, и вы видите справа колонка, это по регионам дефицит специалистов амбулаторного звена. Конечно, дефицит патоморфологов. Дефицит патоморфологов во всем мире, но сейчас особенно ощущается, поскольку медикаментозная терапия должна быть привязана не только к гистологической верификации, но и к иммуногистохимическим, молекулярно-генетическим исследованиям. Она вот где-то уже персонализированная, потому что терапия очень дорогая, а патоморфологов, и когда мы сейчас вот в рамках федерального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями наполнили эти лаборатории оборудования, мы ощутили нехватку специалистов, а его еще надо обучить, на это уходят годы. Ну вот надо в этом направлении работать. И, конечно, мы должны обеспечить для правильной, в соответствии с клиническими рекомендациями проведения лекарственной терапии, мы должны обеспечить доступ к консультациям экспертов из, прежде всего, национальных центров, ну, наверное, не только национальных центров, крупных центров, федеральных, не федеральных, там, где есть специалисты, они должны помогать практическим онкологам, используя технологии современные, телемедицину. Ну, вот мы уже три года работаем в этой системе, каждый год мы наращиваем потоки и понимаем, насколько это нужно регионам. И, конечно, работа референс-центров, о которой сегодня говорил Евгений Наумович, но я хотел бы подчеркнуть, что все больше и больше обращается практических онкологов для второго мнения, для того, чтобы идентифицировать опухоль, тип опухоли и правильно назначить соответствующую лекарственную терапию. И, конечно, организация научно-практических мероприятий для того, чтобы все, что новое, собрать и практическим онкологам довести. И вот сегодняшнее наше мероприятие это одно из этих мероприятий, когда специалисты, в том числе и специалисты по медикаментозному лечению, помогают практическим онкологам. Спасибо. Спасибо.